С вами снова Леомеханик и это 24 серия видеоряда переключений И она будет подпишена, как вы успели заметить, Риги 16 Именно Риги 16 для внутреннего рынка Данный мопед производился с 1977 года по 1981 год И был модифицирован на версии Риги 12 Который получил уже двигатель Ш-58 С возможностью запуска от кик-стартера Рабочий объем до 50 см3, диаметром поршня 38 мм Рабочим ходом поршня 44 мм Усовершенствованный карбюратор К-60 В отличии от К-35В, который стоял на Риге 12 Если мне не изменяют, может там уже тоже стоял К-60 Я уже не помню, могу ошибаться Бак каплевидной формы, который перекочевал с 12 моделью Но отличался надписью Р-16 Разгонялся этот мопед через задушенную заднюю передачу Всего лишь до 45 км в час Это было продиктовано изменениями В законодательных документах Все, что до 50 км в час не требовало Оформления в ГАИ И вытекающих с этим последствиями Как обучение и получение водительского удостоверения На право управления данным мотосредством По сравнению с Ригой 12 Данный мопед получил более высокий руль С возможностью широкой регулировки его наклона Также сидение стало длиннее 0,5 км на 10 По сравнению с Ригой 4 Под которым тоже располагался бардач Вот такой импровизированный задний честерам И таким вот длинным сидением И возможностью регулировки руля Наездник получал прекрасную Прекраснейшую возможность Сфигурировать все это дело Привычная трубчатая рама Которая шла еще с первой Риги В задней части капотированного Капотного типа Штампованная сварная К ней спереди крепилась вилка Телескопического типа С пружинными амортизаторами Сзади и маятникового типа Тоже с пружинными амортизаторами Электрооборудование было все тоже 6-ти вольтового 18-ти ваттный генератор Фара все та же любимая Вот эта вот каплевидная форма Не знаю как она правильно называется Задняя фара уже с Риги А вот по-моему на Риге 16 Вот такая вот появилась фара Нового типа Как она называется ФП 245 по-моему 246 И вот этот именно Мокик Был оборудован уже Включателем стоп-сигнала Помимо габаритного огня И освещения номерного знака Которая уже необходимость Не отпала в этом номерном знаке Появился стоп-сигнал Что увеличивало безопасность движения На данном мопеде Фильтр Пятался в бардачке Через вот такой кожух Карбюратор сообщался с этим фильтром Воздушным Катушка зажигания на том же месте Как и на Риге 4 Ну скорее всего Вот эти вот Безопасные ручки Вот кстати я лично Ощутил на себе Когда на подобном мопеде Я упал И вот на старой Более старой модели Вот тут конусная эта часть Чуть мне не пробила руку Слава богу В куртку попало И насквозь пробивало Вот эти вот пластиковые штуки Реально ребята При неожиданном падении Спасают Вот это тоже Подняло Как бы Престиж мопеда Вообще Как говорилось В многих Заключениях По двигателю ША-58 3Г16 Было Одним из самых Удачных мопедов Кстати Я В сомнениях Я не знаю Тут видите Фара Старого типа А кронштейн верхний Под выносной спидометр Я еще буду узнавать Какой-то должен быть оригинал Данный мопед Был мой куплен Куплен По-моему В 2013 году Где куплен Я уже не помню Честно скажу Доставлен был Через деливери Там За смешные деньги По-моему До 90 гривен Мне обошлась доставка Я сел Столкача его запустил И он Издыхая Но все-таки доехал До гаража Тут мотору Плохо Не знаю Что внутри Так и руки Не дошли Мотор Не Ш-58 А С-58 И скорее всего Этот движок Будет наглый Снять С этого Мопеда И поставлен Он какого года В 80 Скорее всего Даже Ирига Это 80 года И будет поставлен На экспортную Ригу Ш-58 На экспортную Ригу А сюда Будет На держат Русским Алфавитом Вот эта крышечка И как говорится Для справедливости Что это Типа Для внутреннего Рынка А то Для внешнего Ну вот и все В тихущем состоянии Я рассказал Он почти комплектный Остался разобраться Только с некоторыми Мелочами Вот этой Экибаны Надо будет разобраться Что это Вот накрутили Ну и Красить Наслаждаться Спасибо всем За внимание Спасибо всем Подписчикам Которые не обижаются На Серии Связанные С Продукцией Львовского Мотовелозавода Я стараюсь Пилю субтитры Это долго На одну серию Уходит по Два с половиной Часа Этих субтитров Но Благодарю вас Что Не против Поизучать Язык По себя Другой Благодарю за внимание Всем пока